В эфире информационная программа День города в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте! Журналисты телекомпании «Город» уже готовы рассказать вам о главных событиях этого дня. Вот некоторые темы выпуска. Губернаторы на старт в Рязанской области началась избирательная кампания. Рязанский регион в двадцатке лучших по производству молока. Как удалось достичь таких показателей? Горящие сердца Рязанской области юным героям вручили почетные награды. Из Америки в Рязань известный хореограф и педагог провел мастер-классы для рязанских танцоров. В Рязанской области стартовала избирательная кампания по выборам губернатора. Политические партии уже приступили к созыву конференции по выдвижению своих кандидатов. Региональное отделение партии «Единая Россия» провело конференцию сегодня. Подробности у Алены Куколевой. В единый день голосования, который в этом году выпал на 10 сентября, глав регионов будут выбирать 16 субъектов страны, в том числе и в Рязанской области. Политические партии выдвигают кандидатов. «Единая Россия» выдвинула на выборы рязанского губернатора, исполняющего обязанности главы региона Николая Любимова. Итоги двухмесячных праймерис подвели на областной партийной конференции в среду 14 июня. В праймерис, который длился с апреля, кроме Любимова участвовали еще три кандидата. Президент областной торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева, полковник ВДВ Сергей Лукьянов, а также замглав врача Рязанской области Владимир Юзин. По итогам тайного голосования наибольшее количество голосов делегатов, а именно 125 из 148 голосовавших, набрал Николай Любимов. Однопартийцы аплодировали стоя. По словам Любимова, главные задачи работы определены майскими указами президента. Именно здесь обозначено то, что определяет качество жизни людей, уровень их комфорта и благополучия. Одна из главных целей в работе – высокая экономическая активность региона. У нас это сделать быстро непросто, но нужно, потому что времени на это, в принципе, много нам не отведут. И я уверен, что конкуренция сейчас, которая между регионами существует за инвесторов, за деньги, она просто очень жесткая и необходимы здесь какие-то конкурентные преимущества очень быстро сейчас находить и их показывать. Напомним, Праймерис – это обязательная для «Единой России» процедура на всех выборах. До конца недели планируют определиться с кандидатами на пост губернатора партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и партия Роста. Напомним, выборы назначены на 10 сентября. Рязанский регион вошел в 20-ку лучших по производству молока. Исследование проводилось аналитическим центром «Милк Ньюз» с января по март 2017 года. В результате наша область заняла 19-е место в общероссийском рейтинге и 4-е среди регионов Центрального федерального округа. За счет чего Рязанская область достигла таких высоких показателей? Расскажем в следующем сюжете. Одним из крупнейших поставщиков сырого молока в Рязанской области на сегодняшний день является общество с ограниченной ответственностью «Авангард». «Авангард» существует с 1929 года. Тогда это был колхоз. Сейчас же это одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона. Главным направлением работы «Авангарда» является животноводство, в основном молочное. На собственном племенном заводе ведется работа с галштинской и джерсейской породами скота, которые являются лидерами молочной продуктивности. Сегодня хозяйство «Авангарда» насчитывает около 4000 коров. Конечно, по молочному животноводству у нас за прошлый год производство продукции по молоку где-то 26 тысяч тонн, продуктивность около 7 тысяч. Но в этом году мы как бы наращиваем темпы и уже за эти 5 месяцев у нас больше тысячи тонн молока уже прибавка к уровню прошлого года. Георгий Свит отмечает, что подобные темпы роста стали возможны благодаря благоприятным условиям, которые были созданы для сельского хозяйства. Правда, ситуация меняется в худшую сторону из-за отсутствия в данный момент инвестиционного кредитования в Рязанской области. А это значит, что хозяйственники прекращают строительство и развитие сельскохозяйственных комплексов. Однако здесь в «Авангарде» развитие идет полным ходом. Наращиваются темпы производства, продолжается усовершенствование комплексов. Мы здесь находимся как бы под городом и у нас как бы направление – это комплексы, конечно. Здесь и совершенно другие условия труда. Производительность против ферм, которые у нас были и сейчас есть, производительность труда почти в три раза выше. И, конечно, продуктивность скота выше, качественные показатели выше. Но мы, конечно, и в дальнейшем мы, конечно, настроены на строительство комплекса. Всего на территории животноводческого хозяйства в деревне Хирина сегодня работает три комплекса, оснащенные по последнему слову техники. Коровы пасутся на лугах со свежей травой, а в положенное время три раза в сутки дают молоко. Причем под классическую музыку. У нас корова находится во дворах, беспривязные содержания. Выходя на дойку, она здесь встает в накопителе. Он рассчитан на 125 голов. Стоит автоматический автоподгонщик. Он со звуковым зумером пищит. То есть пи-пи-пи коров подгоняет на дойку. Коровы волнуются, нервничают, а уже заходя сюда в дойку, слышат музыку, классику, успокаиваются, начинают отдавать молоко. Благодаря специальным доильным установкам, которые в смене обслуживают всего два человека, процесс проходит быстро, четко, с соблюдением всех норм и правил. Перед дойкой вымя коровы в обязательном порядке обрабатывается дезинфицирующим средством. После этого нужно подождать 30 секунд, сдоить три струи молока и вытереть вымя. На самом деле не так-то это и просто. Ежедневно в ООО «Авангард» производится порядка 80 тонн молока, которые в кратчайшие сроки попадают на молочные заводы, а оттуда – потребителю. И молоко проходит сразу через очистку, это имеется в виду механической очисткой, молоко проходит в холодильник и сразу охлаждается, и молоковозами, которые тоже вот такую продукцию отправляют на молозавод. Конечно, очень большие требования к самому качеству молока. Это чистота, это температурный режим, и на завод должны молоко привести уже с температурой не выше 8 градусов. Продукция на основе высококачественного рязанского молока расходится по всей России, а начало этого пути лежит в передовых сельскохозяйственных предприятиях, подобных ООО «Авангард». Ситуацию с хаотичным строительством на территории Солочи надо незамедлительно исправлять. Об этом глава региона Николай Любимов заявил 13 июня на заседании правительства Рязанской области. По его словам, от рязанцев практически каждый день поступает множество обращений о строительстве на территории поселка Солочи разного рода объектов. Какие-то изобращения обоснованы, какие-то нет, но в любом случае по всем ним необходимо принимать решения, отметил Николай Любимов. В связи с этим глава региона поручил провести инвентаризацию земельных участков, которые находятся в Солочи и на прилегающих к поселку территориях. Я думаю, что пришло, наверное, вероятность и принять изменения соответствующих этот план и правил земельных пользователей застройки в части установления новых территорий. Он состоит там, в которых будет заключена возможность решения строительства нового партнерного канала. То есть нам надо будет очень внимательно посмотреть, как после инвентаризации мы следим в изменениях, правил земельных пользователей застройки, для того, чтобы мы могли бы уехать, чтобы на основу зоны реагляции, зоны для детства, березы, санаторий, и дальше. Вот это качество застройки там просто не любят. Николай Любимов также поручил создать специальный раздел на официальном сайте правительства Рязанской области по вопросам строительства в Солочи. В нем каждый желающий сможет оставлять сведения о том, где конкретно на территории поселка ведутся строительные работы. Соответствующие уполномоченные службы будут проводить проверку на месте, останавливать незаконные строительства и, если необходимо, обращаться в суд, в том числе по вопросу сноса самовольных построек. Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» – это проект Фонда социально-культурных инициатив, реализуемый с 2013 года. Его основной целью является честование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям, а также преодолевшим трудные жизненные ситуации. В этом году в числе победителей оказались и школьники из Рязанской области. Сегодня их наградили знаком «Горячее сердце». На награждение побывала наша съемочная группа. Отважные и смелые – совсем не детские поступки. Этим ребятам нет и 17 лет, но они уже доказали, что готовы пожертвовать собой ради других. Сегодня в здании правительства чествовали тех, кто, несмотря на юный возраст, показал пример мужества, отваги и героизма. Героям вручили премию «Горячее сердце», нагрудные знаки, дипломы и книги. Поблагодарил ребят за подвиг и начальник областного управления МЧС. Благодаря таким, как вы, мы приходим уже вам на помощь, а вы первые оказываете содействие для того, чтобы оказать первичную помощь и сохранить жизнь. Премию получили пять ребят. Среди них трое молодых людей из Касимова – школьники Егор Шаманаев, Николай Нестеров и студент Артем Назьмов. Они спасли шестилетнюю девочку, которая провалилась под лед Аки. История произошла год назад. Мы такие сразу начинаем бежать к берегу реки и начинаем забираться на лед. Я сразу зашел на лед, Егор обошел, там взял палку и мы подтащили маленькую девочку. Егор сделал искусственное дыхание и мы начали уже перетаскивать ее на берег. Было не страшно, так как ты делал все машинально. То есть мы делали как-то, как вот сердце подсказывало, ноги, руки сами все делали. Вот когда делал искусственное дыхание, было страшно за девочку, потому что у нее не было пульса. И вот благодаря вот этому вот искусственному дыханию, которое мы сделали, она и выжила. Они сделали все, что как нужно, как надо было. Как они в той ситуации могли поступить. И вот сейчас вот я, когда первое, ну когда все это произошло, да, если это случай, я вот просто на себя примеряю эту ситуацию, вот на себе. Я вот так думаю, а смог бы я так поступить, вот вопрос в чем. Среди награжденных сегодня и молодые люди из Копина. Они также, не жалея жизни, кинулись в холодную воду и спасли тонущих детей. Поехали с другом купаться в купель, там было холодно, поехали на пруд, приезжаем, смотрим, дети тонут. Мы даже не успели раздеться, быстрее спрыгнули, вытащили их и отдали взрослым. Никаких эмоций, ни мыслей, ничего вообще не было. Мы просто понимали, что нужно действовать, нужно предпринимать какую-то помощь, вот. И просто бросились в воду и спасли детей. Всероссийскую государственную инициативу «Горячее сердце» проводят с 2013 года. Ежегодно на получение специального нагрудного знака поступают тысячи заявок со всей страны. 14 июня во всем мире отмечают День донора крови. Дата выбрана не случайно. Она приурочена ко дню рождения Карла Ланштейнера, австрийского врача и иммунолога, нобелевского лауреата, открывшего группу крови у человека. О том, как отметили праздник в Рязани, расскажет Галина Ершова. 14 июня в Рязани завершилась акция «Река жизни». В этом году в ней приняли участие более 130 человек. Удалось собрать и около 60 литров крови. Этих ресурсов хватит, чтобы помочь почти 200 людям, участвующим в операциях или для остановки кровотечения. Однако сначала ее нужно подготовить. Отделяется жидкая часть крови, плазмы и форменные элементы. Если нужно из этой дозы крови готовится, значит, свежезамороженная плазма, концентра тромбоцитов и эритроцитная масса. Стать донором может каждый. Для этого необходимо заранее позвонить на станцию переливания крови и записаться на обследование. Врачи проверят, есть ли у вас тяжелые хронические заболевания. К ним относятся ВИЧ, гепатит В и С, сифилис. Также нужно иметь хорошее здоровье. Если вы болеете гриппом, ОРЗ, принимаете лекарства или антибиотики, то сдать кровь можно только через месяц. Елена Волохова мечтала стать донором с 17 лет, но столкнулась с еще одним нюансом. Донор должен весить не меньше 50 килограмм. Я, наверное, набирала с 47 до 55. Вот я набрала. Мне было сложно набирать, потому что у меня достаточно активный образ жизни. Я танцую, также веду много мероприятий. И вот в зависимости от этого мне было очень тяжело набрать вес. Теперь будешь сбрасывать? Нет, я теперь не буду сбрасывать, потому что хочу дальше продолжать тоже сдавать кровь. И в этом весе я себя хорошо чувствую, комфортно. У Елены Волоховой первая отрицательная группа крови. Она универсальный донор. То есть ее кровь можно переливать любому человеку. Однако это только в теории. На практике кровь донора и пациента должна совпадать на 99%. Кроме группы крови АБ0 и резус-фактора еще определяется очень много антигенов и ретроцитов. В последнее время по приказу мы где-то исследуем 10 антигенов и ретроцитов. То есть это полностью такой паспорт получается. Чем больше людей сдадут кровь, тем больше вероятность точного совпадения. А значит удачного исхода операции. Также ходят слухи, что кровь нужно сдавать литрами. На самом деле за одну процедуру придется расстаться всего с 450 миллилитрами. А повторить донацию можно лишь через 60 дней. Сегодня благодаря активистам областной станции переливания крови удается обслуживать все больницы города и области. Переноса операции из-за поиска подходящего донора не было уже больше пяти лет. Приходите, сдавайте кровь, не бойтесь. Это безопасно. Будьте в тренде. Мотоциклы в летнее время являются, пожалуй, одним из самых популярных видов транспорта. Соответственное количество ДТП с их участием значительно увеличивается. С начала сезона уже зарегистрировано 46 аварий с участием мототранспорта, в результате которых погибло 4 человека и еще 50 получили травмы различной степени тяжести. Вечером 13 мая на улице Дзержинского 40-летний мужчина, управляя мотоциклом, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением 28-летнего жителя областного центра. В результате ДТП водитель мотоцикла получил серьезные травмы. С открытым переломом голени он был доставлен в больницу. При выяснении обстоятельств происшествия установлено, что данный водитель ранее уже неоднократно был лишен права управления транспортным средством за езду в состоянии опьянения. Также данный водитель не имеет разрешающей категории на управление данным видом транспорта. В тот же день на улице Промышленной произошла еще одна авария с участием мотоциклиста. 55-летний водитель, управляя автомобилем Ниссан, при повороте налево не увидел приближающийся мотоцикл. В результате произошло столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний водитель мотоцикла Хонда с множественными травмами госпитализирован в больницу. ГИБДД напоминает, что мотоциклы являются самым травмоопасным видом транспорта, так как его бывает трудно заметить в потоке других транспортных средств, а маневры мотоциклистов часто бывают непредсказуемы и неожиданны. Так что будьте внимательны и аккуратны. Наш город посетил участник международного балетного проекта. Алексей Кремнев, приехавший в Россию из США, нашел в своей плотной программе один день, чтобы провести несколько мастер-классов для рязанских танцоров. С известным хореографом и педагогом познакомилась наша съемочная группа. Алексей Кремнев, русский по рождению, вот уже 20 лет живет и работает в Америке. Еще ребенком он начал заниматься фигурным катанием, однако его родители решили, что балет – искусство более перспективное. Карьеру танцора Алексей начал в Академии балета Большого театра и Московской государственной академии хореографии. За свою профессиональную деятельность ему довелось поработать со многими балетными коллективами России и Европы. Алексей Кремнев является лауреатом премии Леонида Массина международного конкурса имени Нуреева и международного конкурса артистов балета «Лифар». На сегодняшний день Алексей возглавляет балетную студию в Чикаго. Сам он говорит, что танец – это его жизнь. Иногда спрашивают, а какое у тебя хобби? Принятие в моем смысле – это очень достаточно сожалительный момент, но я не могу сказать, что у меня есть хобби, потому что танец забирает настолько много времени, что это и твоя работа, и твое хобби, и все вместе. И я считаю, что это может быть и прелесть нашей профессии, потому что у тебя не хватает времени на что другое. И ты достаточно сфокусированный, и, естественно, отдаешь этому всю свою жизнь. Гости подобного уровня для нашего города – большая редкость и удача. Ведь далеко не у всех танцоров есть возможность выезжать на мастер-классы в другие города, а тем более страны. По сути, приезд Алексея Кремнева в наш город организовала директор одной из танцевальных студий Рязани – Анастасия Сафонова. Так что именно ее стоит благодарить за такую уникальную возможность. Изначально я ездила в Америку по образовательному проекту, по бизнес-образованию, и проходила стажировку как раз в балетной школе у Алексея Кремнева. Это уже получается ответный визит. Тоже по этому же проекту мы смогли выиграть с Алексеем визиты его в Россию. Алексей согласился провести два мастер-класса на базе Дворца детского творчества. Первый для детей 8-12 лет. На нем собралось несколько десятков начинающих танцоров. В основном девочки занимаются современным эстрадным танцем и направлением модерн. Но сегодня им предстоит познакомиться с техникой классического балета. И два демиплие. Раз. И два. Три. Четыре. Новые впечатления. Что-то новое для себя открыть. Новые движения. Это правда интересное. Второй мастер-класс был организован для профессиональных танцоров и педагогов, которых интересовала не только техника, но и методика преподавания. В любом случае, каждый, будь то новичок или уже профессионал, смог вынести для себя что-то важное и ценное. Может быть, для кого-то это будет открытие, может быть, какая-то помощь к продвижению вперед. И кто-то из них, может быть, будет брать больше классов или посвятить свою жизнь, допустим, изучению балету и танца, предположим, в более профессиональной форме или на профессиональном уровне. Поэтому задача – это обогащение в плане того, чтобы дать что-то новое, что-то интересное каждому человеку, который придет на мастер-класс. Для Алексея подобные мастер-классы – также неоценимый опыт. Опыт общения, преподавания, изучения эмоций и реакций студентов. Кроме того, в список профессиональных поездок Алексея Кремнева добавился еще один город. По словам самого танцора, небольшой, но очаровательный и весьма интересный с исторической точки зрения. Таким увидели этот день мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Бетон. Точно по расписанию. Производственно-строительная компания «Техно-Монолит». Поселок Мурмина. Телефон 99-24-06. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за Вас! Продолжение следует...